Регионы России Наш спикер Виолетта Ивановна Комиссарова, президент Калужской торгово-промышленной палаты. Здравствуйте. Прошу вас. Здравствуйте. Тема взаимоотношений бизнеса и власти. Тема «Старая как мир». Позволю начать себе с небольшой притчи, которую услышала от наших предпринимателей. Однажды к умному человеку пришли бизнесмены и говорят, подскажи нам, учитель, как нам действовать? Власти наш повелитель предложил нам, бизнесменам, войти в систему управления и приблизиться ко мне для того, чтобы понимать свои чаяния и заботы. Как же нам быть? Как нам держаться с властью? Подумал учитель и сказал, я рекомендую вам использовать принцип вытянутой руки. О чем он говорит? Всегда внимательно изучай и следуй уважительно принципам, которые излагает государство, но никогда не сливайся с ним в экстазе. Потому что если ты будешь нарушать те принципы и неуважительно относиться к тому, что государство диктует, то у тебя есть шанс попасть под его карающую руку. А у власти всегда есть время и место для того, чтобы размахнуться для крепкого удара. А если ты сольешься в экстазе с государством, то у тебя есть шанс погибнуть в объятиях, задохнуться от счастья. Вот, наверное, первое правило, поскольку я представляю торгово-промышленную палату, это первое правило от бизнеса. Нужно знать и четко понимать те принципы, те условия, те предложения, которые формирует власть на данной территории. И которым бизнесмену следует следовать, если он хочет в соответствии со всеми обещаниями, которые он дает, и теми обещаниями, которые ему дает власть, получить эффективный результат. А тут, а со стороны власти, что же должна делать власть? А власть, наверное, должна следовать тем принципам, которым следует бизнес. То есть и власть, и бизнес должны работать в единой терминологии и понимать друг друга. Так вот, одним из таких принципов или факторов успеха Калужской области, или, как говорят, экономического чуда, которое случилось 11 лет назад, является еще, на мой взгляд, тот момент, что власть в Калужской области четко поняла, что нужно бизнесу, и выработала для себя ряд принципов, по которым следует и сейчас, что позволяет создать некую систему, которая саморазвивается и действует по принципу постоянного улучшения. Ну, первое правило – это ответ на запрос потребителя. Потребителя в данном случае – это бизнес, предприниматель. Это бизнес. Бизнес может быть любой – малый, средний, крупный, работающий в разных отраслях, обладающий большими инвестициями, традиционно действующие предприятия, бизнес в сфере услуг. Не важно. У каждого бизнеса есть запрос, который власть формирует ему в ответ некий продукт, который может выражаться. В индустриальной парке – раз, сервисные системы – два, организация инфраструктуры – три, комплекс мер поддержки, как государственных, так и негосударственных институтов власти – четыре, информирование, обеспечение ресурсами данной системы. То есть под каждый запрос есть свой ответ, который конкретно сформулирован. Именно продукт. Второе – лидерство. Власть делает ставку на лидеров. И это правильно. И это подтвердил кластерный подход реализации экономики. Первого – заманите лидера. Лидеру давайте максимум преференций. Лидеру создавайте условия. А далее за ним потянутся те, вокруг которых создается кластер или вокруг которых создается некая технологическая цепочка. Третье – вовлечение людей. Чем больше людей в регионе работают на единую идею помощи бизнесу, тем лучше. Принцип единого дома. Интегратора, в котором много окон или много дверей, где много входов, то есть инвестор или предприниматель может зайти в любую организацию инфраструктуры поддержки и получить комплексную информацию или навигацию по движению по этим мерам поддержки. Причем каждая организация сопровождает предпринимателя до дверей той компании или той организации инфраструктуры, которая оказывает именно конкретную меру поддержки. О чем я говорю? Например, у нас существует система организации инфраструктуры, но которые заспециализированы по отраслям. Потому что нельзя создать универсального солдата, который четко знает специфику работы сельхозотрасли и специфику работы металлургического комбината. Чтобы понять, какие меры поддержки применять в том или ином случае. Это первое. Поэтому у нас есть агентство инновационного развития, агентство развития АПК, агентство по торговле. И свою роль здесь нашла торгово-промышленная палата, которая аккумулирует меры поддержки федеральных и региональных институтов развития и поддержки бизнеса, который оказывает такую комплексную и поддерживающую сервисную систему поддержки и работы совместно с нашими институтами развития, которые созданы, о которых говорила выше. Еще необходимо отметить, что второй принцип, по которому действует эта система, что проекты, с которыми приходят в регион или обращаются в ту или иную организацию, вот у нас система выстроена таким образом, что на каждом этапе реализации проекта существуют свои определенные меры поддержки, которые на том или ином этапе можно применять. Еще я бы хотела отметить такой принцип, как принцип «опирайся только на факты». А факты – это когда прямой диалог предпринимателя, либо с тем лицом, который препятствует реализации какого-либо проекта, либо с тем лицом, который может оказать влияние на изменение ситуации, или знаменитая в России терминология «Административные барьеры» и «Преодоление административных барьеров». Вот для этого в регионе существует комплекс мероприятий, которые могут снимать эту напряженность. Есть клуб инвесторов, когда губернатор и все ведущие, руководители экономического блока и сервисных организаций встречаются с инвесторами. Это этап, когда инвестор принимает или не принимает решение вхождения в регион. И есть бизнес-завтраки с губернатором на базе торгово-промышленной палаты, когда уже обсуждаются проекты, когда предприятие начинает реализацию проекта, ему требуются какие-то меры поддержки, либо преодоление каких-либо ситуаций. Есть мероприятие «Мобильный консультационный пункт», когда чиновники, организации инфраструктуры сами выезжают в муниципальные образования Калужской области для того, чтобы встречаться с предпринимателями и решать на местах конкретные вопросы или задачи. То есть проводят там такие дни открытых дверей. Да, это называется «Мобильный консультационный пункт», когда обсуждаются не только вопросы, которые можно решить в муниципалитете, но и собирается проблематика, мониторинг, делается замеры температуры, как в муниципальном образовании ведется работа с малым, средним бизнесом, с инвесторами, которые приходят на территорию. Я бы хотела еще отметить обязательный принцип, не буду все перечислять, но это принцип постоянного улучшения. Система, которая не занимается постоянным улучшением, обречена на сначала пробуксовку, а потом, собственно говоря, начинаются реверсные движения. А почему и как это делается в регионе? Во-первых, работа над ошибками. Во-вторых, обязательно изучение другого опыта, который существует. Третье, четкое понимание, что мы работаем, сейчас регион работает в конкурентной среде, за инвестора и за тот бизнес, который либо работает здесь, либо ждет, и имеет возможность прийти к нам на территорию. Вот поэтому, ну и плюс, конечно, командная работа. Здесь у нас постоянное обучение между организациями инфраструктуры, когда все организации знают, кто чем занимается другая организация, но, тем не менее, занимаются четкой специализацией и повышением профессиональных качеств по тому направлению, в котором они являются специалистами. Виолетта Ивановна, отличная история. Я вижу, у нас возникли вопросы. Прошу вас. Пожалуйста, приведите успешные примеры сотрудничества малого и среднего предпринимательства с правительством Калужской области и федеральными институтами развития. Реализация проектов. Приходят предприятия, которые заинтересованы в получении финансирования для реализации проектов в станкостроительной отрасли. Для того, чтобы предприятие имел проект, состоит из нескольких частей. Неокры. Окры – серийное производство, продвижение, возможность выхода на экспорт. Собирается группа экспертов, которые занимаются… Экспертов со стороны правительства? Со стороны организации инфраструктуры. Например, торгово-промышленная палата. Мы занимаемся… У нас финансово-инвестиционный консалтинговый центр, который занимается и говорит, вот, смотрите, по направлению неокра нам нужно работать с минобразованием, потому что у них есть программы, которые возможно привлечь финансирование на этот этап. На окры у нас фонд содействия, ну и знаменитый фонд Бортника. Мы привлечем сюда средства. Нам нужна оборотка. Значит, мы используем средства федеральной корпорации для привлечения кредитных заемных средств по льготной ставке по программе 6,5. А когда проект будет реализовываться, например, на направлении экспорта, то мы воспользуемся субсидированием затрат по экспорту, которые предоставляет на сегодняшний день российский экспортный центр. И таким образом реализован вот этот проект. Средства полученные, ну, к этапу экспорта еще не перешли. Если говорить в целом о работе системы, 71 проект был реализован с помощью механизмов федеральной корпорации развития МСП в различных областях. Это сельское хозяйство. Тогда мы работаем с агентством АПК. Мы работаем, если этот проект, который касается инвестиционных проектов, мы работаем с агентством регионального развития Калужской области. Они сопровождают инвестора и предоставляют ему возможности по размещению, например, в особой экономической зоне, где они получают особые налоговые льготы. Мы занимаемся привлечением финансирования. Ну, проектов достаточно много. Еще один короткий вопрос-ответ. Есть ли у вас свое видение строительства этого дома? Например, к нам часто обращаются инвесторы, говорят, мы готовы вложить деньги в Российскую Федерацию, в какой-то субъект Федерации. Есть ли у вас проекты, в которые можно было бы вложить эти деньги? То есть не предприниматель приходит до бизнеса, а чистые инвесторы, которые ищут, куда можно инвестировать средства. Вот помогаете ли вы в таких случаях? Да, такой вариант тоже есть, но все-таки инвестор должен обладать определенной профессиональной спецификой. Для того, чтобы понять или прочувствовать проект на каком-то ментальном уровне, я по-прежнему считаю, что профессионализм в команде инвестора должен быть обязательно. Безусловно, любой вариант для вас может быть предложен, вам могут предложить набор, вот как веером выложить. Вот у нас развивается туризм, и тогда наши специалисты в области туризма говорят о том, какие направления, какие проекты, гостевой туризм, промышленный туризм, вот что нужно развивать, какие объекты. Если вы занимаетесь сельским хозяйством, то, соответственно, круг вам нужно будет выбрать из либо приоритетных направлений, которые на сегодняшний день предлагает Калужский регион, либо из набора тех встречных предложений, которые собраны в базах вот этих профессиональных организаций. Если это не чисто финансовый инвестор, а инвестор, имеющий какие-то предпочтения и компетенции, то ему будут предложены варианты инвестирования. Я думаю, что мы готовы встретить любого инвестора с любым предложением. И, как я уже сказала, возвращаясь к первому принципу менеджмента качества системы управления, под каждый запрос у нас есть конкретное предложение, просто его нужно отрабатывать, и для этого существуют встречи, и для этого существуют все возможные источники коммуникации, которые мы предоставляем в рамках своей системы в нашем регионе. Дорогие друзья, а в следующей серии мы узнаем о том, как в Калужской области развивается механизм государственно-частного партнерства, в том числе в социальной сфере. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok